Любишь играть в Майнкрафт? Тогда обязательно загляни на сайт Все Майки. Здесь тебя ждет топовый мерч по Майнкрафт и другим играм. С принтами Майнкрафта ты можешь заказать пижамы, футболки, тетради, свитшоты, кружки, костюмы и многое другое. Есть классная фича, конструктор для создания своего дизайна. Загружай фото или изображение на любой товар, добавляй текст и получай неповторимую вещь. 25 тысяч принтов по сотням игр ждут тебя на все майки. А чтобы покупки стали приятнее, лови мой промокод на скидку в 10% и переходи по ссылке в шапке профиля. Он, кстати, суммируется со всеми скидками на сайте. Ну что, шеф, до базы-то далеко еще? Да хрен его, километров 10 может, вот же, указать. Так что, может, пешком пойдем? Посиди ты, Васька, пешком. Так что догонит? Какой пешком? Ты видишь, какая погода? Невинна ни хрена. Заплутать и замерзнуть насмерть, удувая. Ну как нет, шеф, неудово. Ну вот, значит, сиди. Ну, там же люди ведь. Подождут твои люди, подожду. Как скажете, шеф. Ладно, парк, давайте еще, давайте, подождем. Так, это сюда. Нам нужно больше полотенец. Да, вот так, держи. Держи крепче. Джон, Джон, помоги, Джон. Джон, слышишь? Джон. Дедик. Дедик. Слишком много крови, слишком много крови ее не остановить. Джон, очнись. Джон, нам нужна помощь, Джон. Мама, мама, он обряд. Не мешай. Мама, он обряд. Лукас, уйди отсюда, не мешай. Слышишь, не мешай. Иди к Никите. Иди к Никите. Хорошо. Вот тут, вот тут прижми сильнее. Лукас, уходи. Вот так вот. Уходи, Лукас, Джима, уходи отсюда. Быстрее, уходи. Что надо? О, Господи. Что? Ниня, Ниня, давай быстрее. Помоги. Как это случилось? Насовести его внутрь. Быстрее. Хорошо, давай. Дави. Джон, Джон, очнись. Джон. Джон. Как много крови, Господи. Как много крови. Быстрее, замеси. Замеси, быстрее. Джон, ты слышишь меня? Очнись же ты, наконец, Джон. Нам нужна помощь. Джон, мат твою. Да, да. Что, Лиля? Извини, что? Как он? Что делать? Он теряет слишком много крови. Мы не можем ее остановить. Нужно больше тряпок. Только давить, остановить как-то кровь. Вот тут. Давай, дави. Держи крепко. Рано сквозная. Он умирает. Он умирает, Джон. Держи. Ты знаешь, что делаешь? Ты знаешь, что делать, Джон. Просто остановить кровь. Просто остановить кровь. Но ее так много, так много, слишком много. Держи. Это твой отец? Нет. Дядя. Это мой дядя. Насколько все плохо? Не знаю. Не знаю. Он весь в крови. То же самое было и с моим папой. Сначала его ранили. А теперь... Теперь он, скорее всего, мертв. Не говори так. Не говори. Это Ленч не умрет. Слышишь? Он не умрет. Видишь что-нибудь, Сергеич? Нет. Ни снеговиков, ни людей. Так а... Кто стрелял-то? Не снеговики же? Эх, не думай, Вадимка. Коль уж снеговики убийствами промышляют, то вооруженный маньяк отпадает. Ну да, это точно. Это точно. Слушай, Сергеич, а ты не заметил, что вроде как холоднее стало, что ли? Да, есть такое, Вадимка. Думаю, портки нам с тобой пора надеть. Да, то в полотенце как-то... Эй, травишек портки надише. Головатый, Сергеич. Верно говоришь. Я сгоню. Ну, давай, Вадимка, давай. Молодцом. Что ж это за напасть-то такая? Ума непостижимая. Снеговики, убийцы, ты... Как вообще? Слушай, Сергеич, а дровишки-то где? Так там в коридоре. В этом-то? Так тут вон, на дно поленца-то лежит. Как одно? Обожди, мы что ж, это самое все дрова, что ли? Только ты это... Когда подбрасывал-то, Сергеич? Так, когда этот паренек-то ушел, я сразу и хапкой закинулся. Ну, Сергеич, видимо, ты последний, так ты и подзакинулся. О, беда. А я и не туда. Обожди, точно нет? Да нет, вон, смотри. Не полотенце, да щепки, да портки наши. А как же оно так прогорело, что ли, все быстро так, не пойму? Получается так, Сергеич. Ну, дела, Вадимка. Это ж получается, если дров нет, то и тепла не будет. Точно, Сергеич, точно. Так а что делать-то тогда будем? Снеговики же эти ж чертовы могут... Тихо, Вадимка, тихо. Для начала нужно портки надеть, а потом... Что потом? Что потом-то делать будем, Сергей? Я не знаю, Вадим, помирать же нам здесь в самом-то деле. Те, подожди. Что такое? У нас же... Что ты думал, Сергеич, а? У нас же тут все есть. Смотри, Вадимка. Смотри, Вадимка. Ну, кто смотреть-то, хром печи дает? Да, смотри, ты у нас и скамейки, и феники, и стрелы, и само Паня. Можем топить, сколько влезет. Давай ломать это все, да в пенч закидывать. Что ты мозг, Сергеич? Что ты мозг, Сергеич? Адам, я тебе всегда говорил, знания не пропьешь. Нисколько он так протянет? Я не врать, Джон, я не могу знать, понимаешь? Он же не умрет. Да не знаю я, он потерял много крови, и, судя по всему, у него повреждено легкое. Он едва дышит, посмотри на него, Джон, посмотри. Как же мы без него-то будем, Лили? Так, а ну соберись, держи себя в руках, он еще жив. Лив, нам нужно думать, как быстрее доставить его в больницу и вообще выжить в этом всем кошмаре. Да как? Дороги нет, понимаешь? Даже полиция к нам не может приехать, там ничего не проедет. Соберись, я сказала, ты нам нужен, понимаешь? Я не вывезу это сама, там дети, тут линч при смерти. На улице снеговики, убийцы, которые в любой момент убьют нас, если мы выйдем наружу. Ладно, извини, Лили, хорошо, хорошо, я тебя помню. Все хорошо, Лили, все будет хорошо, мы найдем способ, обязательно найдем. Мы выберемся, слышишь, выберемся отсюда. Что-то не то, Сергеич, что-то не то, почему так дымит-то, а? Хрен его, Вадимка, эти лавки-то вон лаком покрыты. Может, еще какой пропитка были, рот и дымит-то. Горло, горло, закладывается здесь такой. Да лучше так, чем... Гляньте, Сергеич, голова кружится. Нет, может, Вадимка, это жара может. Нет, Сергеич, это дыма этого, хемоза какая-то. Так, ясо, давай-ка, Вадимка, давай-ка, валим, а то поедешься здесь. Хорошо, да как, иди, давай-ка, воздух. Да, батьку-то мы запородим. Что делать-то будем теперь? Вадим-то, наверное, Вадимка подойдет. О, на мать! Сергеич, Сергеич, Вадимка. Бежим, бежим, Вадимка давай, Вадим! Вадим быстрее, Вадимка давай, быстрее! Вадим, не останавливайся, чтобы давить! Тихо, 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 тихо. Он очнулся? Очнулся, Лили? Нет, он пытается дышать, но не получается. У него не получается, он такой бледный. Чего вы, чего вы там вообще стояли? Ты, блин, Лич рассказывал про этих снеговиков. А внутри этого сделать нельзя было? Лили, это произошло буквально за несколько секунд. Кто ж мог знать, что такое случится? Если бы вы зашли, если бы вы только зашли. Знаю. Знаю, Лили, знаю. Что за нахрен? Кто это стучит? Кто это может быть, Джон? Я посмотрю. Нет, не ходи. Вдруг этот снеговик пытается выманить нас? Да ну... Я сказала нет, слышишь, нет? Тихо, Лили. Да в смысле тихо, ты никуда не пойдешь. Да ты кричит, это люди. Да стой же, ты почему ты меня не слушаешь, Джон? Сейчас, сейчас, подождите. Давай, давай, залезь. Вы что, мать, ваши такие? Отвечайте. Я, я, Виктор, забею, что вы думаете там, Вадимка. Опять вы? Что вы тут делаете? Как вы здесь оказались? Я же дома здесь. Ну куда ты едешь? Нет, нет, не трогайте его, слушайте. Вы знаете, что ли? Да, да, он не прятался. Это вы ему рассказали про тепло. Да, жив, но он совсем. Как что вы его тут на положении? Кровь хоть остановите. А где нам еще его было? Да напорвёт более прохладное помещение. Сосуды-то расширяются. Нет, не трогайте, мы только остановили кровь. Что же вы делаете? Джон, скажи ты им. Лёгкие мяса. С рёбрами что? Рёбра как? Господи, да что же вы делаете? Зачем вы рано уголили? За всем, что вы делаете? За всем, что вы делаете? Значит, у нас совсем мало времени. Сила. Мы все, все, мы все, мы все, мы все, мы врачи. Врачи. Ну, давай, ну, дай вам перенести в ту комнату. Там прохладнее. Его нельзя двигать, слышите? Его нельзя двигать, он едва. Это врачи живо. Давай, все, Вадимка, аккуратно. Что мы требуем здесь? Так, все, Вадимка, следи за ним. Если начнется пневмоторок, сделай декомпрессию с помощью подручных. Понял? Да, Сергеич, понял? Все сделаем. Идем. Да, сейчас, секундочку. Лукас, ну что, нашел что-нибудь? Нет, дядь Джон, только начал, вот смотрю все записи. Ладно, ищи, приятель, я скоро вернусь. Так, вы все поняли? Да, идем, тихо и быстро. Верно, не отставайте. А как тебя звать-то? Джон меня зовут. Что за имя такое? Джон. Обычное имя, тихо. Да, дежур, давайте. Вроде чисто. Точно? Нам в ту сторону, за банкетный зал, да? Да, там последний дом. Понял, идем. Давайте, не отставайте. Да, даю, даю. Слушай, а вы, что за копашка такая? Снимайте все. Даже мало вы с камерой. Журналисты, писатели, блог свой. А, блогеры. Нет бы нормальной профессии заниматься там. На завод пойти. Только не надо начинать сейчас эту песню. Сами бы попробовали. Думаете, это так легко? Так если все блогерами станут, кто ж на заводах и предприятиях работать-то будет? Вот именно. Так что давайте оставим этот бессмысленный спор. Да без проблем, Джон. Как тебе по отчеству-то? Не важно. Не важно это сейчас. Да как это ж? Батьку твоего как зовут-то? Да какая вам, блин, разница? Давайте идемте. Вроде тихо. Это по сторонам лучше смотри. Чисто. Это медпункт? Да, он самый. Отлично. Эй, доктор. Доктор, нам нужен доктор. Да тихо ты, успокойся. Нету тут никаких врачей. Как это нету? Медпункт есть, а врача нету? Именно так. Для галочки поставили. По ГОСТу должен быть медпункт. Вот и стоит. Главное, чтобы было то, что нам нужно. А что нам нужно? Ищи иглы и бинты. А я займусь остальным. Хорошо, ладно. Так, иглы. А какие иглы? Какие найдешь? Потом выбирать будем. Все, давай, ищи, ищи. Да, хорошо. Так, иглы, иглы, иглы. Так, это я уже видел. Лукас, ну как ты, сынок, в порядке? Да, нормально, мам, не мешай. А что ты делаешь? Дядя Джон сказал мне посмотреть записи с камеры дяди Линча. Вот я и смотрю. Он ведь сам с камеры ушел, разве нет? Мы поменялись. А, поняла. И что, там есть что-нибудь? Пока непонятно. Не отвлекай, мам. Нужно разобраться, как убить снеговиков. Хорошо, хорошо, я поняла. Все, да пойди, мам. Ладно. У вас тут как? Нужно что-нибудь? Должно. У нас слева, двое со мной справа. Пошли, пошли. Тихо всем. Чисто. У меня тоже никого, шеф. Здесь никого, товарищ майор. Только куча крови и след ведет в ту сторону. А в той стороне у нас база. Да, похоже, дорога здесь одна. Какой приказ будет, товарищ майор? Так, давайте не рассасываться и двигаться дальше. Смотрим, Боба. А, чёрт. Это за счёт. Это за счёт, что играет мисей. Как parte мой? Я буду совать, что ловишь, мое. Держите, держите, копейте. Мы все в машине, быстро все в машине. Так значит, все погибте помещение. Ну как же, мы же... Таких, но мы сейчас парнишку штопать будем. Так что давайте все, на выигрыш, фирм. Девушки отдыхают! Голубай! Сколько ты на моторах? Поезжайте! Бэй! Выдет! Давайте, выгодите! Девушки отдыхают! Понял? Давай, сейчас вот так, держись, парень! Пошли, не успокойся! Смотри на меня! Врачи, врачи есть, мне не помогли! Я должен его стабилизировать, слышишь? Не успокойся, ты слышишь? Успокойся, успокойся! Давай, делаем декабрессию быстро! Пусть козляли уйти! Держим, азиатр! Да, поедем, блин! Зажми его! Не плачь, слышишь, не плачь, а ты напугаешься. Ты что, нашел что-нибудь приятный? Нет, Джон, на камере дяди Линча только разговоры и постоянно беготня. А что там происходит? Ничего приятного, ничего. Так что, на записи пусты, вообще был прав. Когда камера барахлила, всегда за этим следовали призраки. Ещё напрашивал людей, и все как один говорили, что до сегодня тут всё было спокойно. Никаких убийств, никаких ходячих снеговиков. Что же это получается, мы сюда эту заразу завезли? Я не знаю, не знаю, дядя Джона. Что это? Кто-то стрелял, вы слышали, кто-то стрелял. Это выстрелы. Может быть, это полиция? Это по-любому, полиция. Нет, Джон, стой. Это полиция приехала, нужно быстрее, быстрее. Пожалуйста, Джон, не надо. Да послушайте, они, если они стреляют, значит им нужна помощь. Они не знают, с чем они столкнулись. Я не понимаю, я не хочу потерять ещё и меня. Да в смысле, никого ты сегодня не потеряешь, и меня, и Линча, слышишь? Джон, ты обещаешь? Да, обещаю, но сейчас мне нужно, нужно идти, нужно помочь им. Только осторожно, пожалуйста, осторожно. Закрой двери, Линча. Хорошо, хорошо, сейчас, сейчас. Оттуда выстрелы со входа. Плохие дела. Снеговики напали на полицию. Надеюсь, они прислали сюда целый взвод. Держитесь, шеф, помощь уже вызвали. Мы вроде оторвались, все это затворито. Выжики! Ну стоять, ты из полиции. Я свой, я свой, где остальные помощи, где ваши... Шеф, черт, опять! Семён опять! Слух, быстрее, давайте, забыли! Слух, быстрее, давайте, забыли! Эй, мужики, где же... Это же... Мужики, эй! Мужики! Это мы привезли сюда эту заразу. Это всё мы. Сынок, может, так уж еще... Мы виноваты. Нет, мам, не хочу я есть. Но как? Как мы могли её привезти? Возле нашего дома ведь тоже был снеговик, и мы все резали салат, и никто на нас не напал. Значит, снеговик, точнее призрак, привязался к нам по пути. Либо же прямо здесь. Может, подремаешь, или просто полежишь. Если это призрак, то... Скорее всего, это злой дух. Ну, может, ты его тогда разозлил. Всё нормально, мам. И чем? Не покойся, просто сидим. Ну ладно, как знаешь. Думай, Лукас, думай. У тебя есть записи, просто проанализируй их. Стоп. Что если... Да, и как же я сразу... Я ведь даже не смотрел, что... Чёрт, дядя Джон, ведь с дядей Линчем они... Перед тем, как приехать к нам... Точно, точно. Эй, стой, твоя мама сказала... Мам, мама, можно я тебя? Что-то случилось? Я, кажется... Успокойся, что говори. Я, кажется, знаю, о чем дело, мама. Лукас, я думала, что это случилось. Сейчас не время, когда их дурацать и теорию. Мам, послушай, дядя Линч, он ведь опросил всех, всех, кого нашёл. Ну и что? И все как один сказали, что до нашего приезда всё было тихо и спокойно. Подожди, я правильно понимаю, ты хочешь сказать, что это мы виноваты? Да, ну, нет. Дядя Джон... Дядя Джон виноват, что ли? Да нет, послушай. Дядя Джон... Дядя Джон ведь что нам подарил? Ну, мне кисточки, тебе топор и этот нож, дурацкий. Да, 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 где он это взял? Где он взял эти вещи? Так, в антикварном ломбарде вещи с историей. Он же постоянно об этом говорит. Да, вот именно, вещи с историей. На них, возможно, завязан дух. И, возможно, даже не этим, мам. Да, конечно, возможно, ты не прав, и это очередная твоя дурацкая теория. Ну, так давай им проверим, хуже не будет. Как проверим, что ты предлагаешь? Я не в дом и сжечь все вещи. Нет, нет, Лукас, мы не будем выходить, там опасно, там стреляют. Ты совсем что ли? Мам, ты дома всего 10 секунд ходьбы, главное не надо... Да стой ты, я с тобой разговариваю, что ты делаешь? Да я просто, мне нужно его трогать. Вы трогайте его, подключим, хабрик. Вы трогайте. Давайте, вы не будете мне указывать, что мне делать с моим ребенком. Пошли, работай, 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 давай, мам, пиши, пиши в дом. Стой, Лукас. Давай, мам, давай, мы с ним. А ну стой, я сказала, нет. Никого нет, мам, давай. Сама подумай, мам, как только мы сюда приехали, и дядя Джон подарил всем подарки, началось это дичь. Значит, дух завязан на них, значит, нужно просто изжечь, и все будет хорошо. Лукас, я тебя оброшу, мелкий ты засранец. Остановись ты уже, наконец. Почему ты меня не слушаешь? Да успокойся ты, мам, мы в доме, мы добрались в их безопасность. Ты же прекрасно знаешь, что на улице опасно, нельзя так рисковать, понимаешь? Я их убрала, забрала все и унесла в нашу комнату на бед. Ну так неси их быстрее, не стих сюда. Сейчас принесу, ты будь здесь, выходи на улицу, понял? Свостеры, как-то их сжечь, нужно взять какую-то посуду и сжечь их, сжечь эти вещи. Черт, да где же вы там? Там же вас не в преисподнюю затянуто. Мы же должны быть где-то здесь. Куда же они? Черт, только это. Так, как бы, твой нет. Ну давай, давай, догони меня со страны, давай, попробуй. Поскуда, блин. Да, не такой-то уж ты и быстрый, да? Ты не застрянешь, давай, иди сюда, глядь. Блин. Фух. Черт, черт, черт. Все, сгорело. Сгорело, мам. И что с тобой? Ты и правда думаешь, что это сработало? Должна была сработать. По-любому сработало, мам. Давай, идем быстрее. Куда ты опять забравливаешь? Бух. А ну, стой, Бух. Важно, собственно, обрабатывают, что мы избавили мир. Нельзя так рисковать. Я слышу, что я не знаю. Дед, Джан! Дед, Джан! Стой! Нет, дед, Джан! Окей, вопросы. Дед, 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 дед! Давай, дед, дед, дед. Уходим, уходим, уходим. Риск, дед, дед, дед... Помоги что, мы что, мы с тобой? Дед, дед, дед! Дед, дед, дед! Дед, дед, дед! Мы же должны было сработать, должны было сработать, мамы! А если вас убьют, то, что вы обращаете, я к вам обращаю! Все в порядке, все в порядке, все в порядке! В улице гуляйте, вам этого мало! Мало того, что в вашем доме, не хотите, чтобы вы еще побежали! Сожгли вещи, сожгли все вещи с историей, это же призраки, это помехи! У дяди Ничи, у дяди Ничи всегда получалось, и у меня сюда! Я была никакой полицей, я сожгли, сожгли! Я была никакой полицей, я сожгли, сожгли! Нужно ему это поставить! Где подарок, где Ма? Что подарил дядя Джон, дяди Ничи? А где они? Идите в корызах парите, в конце так же все! Они должны быть у него на руки! Что-то опять у того Лукаса! Зайдите руку! Он хочет указывать моему сыну! Кто вообще такие, чтобы им указывать? Печь, нужно жить! Давайте, сволочи, давайте по тому сюда! Так, кто на Джона? Давайте, я конченый! Давайте на меня, дяди! Что это такое? Какой чёрт? Заработал? Как я это сделал? Что за... Дядя Джон! Да! Дядя Джон! Лукас! Лукас! Ходи! Исчезли! Исчезли! Я так на них орал, что им пришлось загореть и расстать! Это сработало! Это сработало! Я на самом деле пока не понимаю, что случилось! Это все я, дядя Джон! В смысле? Это все я, дядя Джон! И чем вообще говоришь? Часы, которые ты подарил дядю Нинчу! К нему был привязан призрач! В смысле? Или несколько! Откуда ты? Я бросил их в печи, и они сгорели! А затем... Те часы, которые я купил в антикорном! Вещи с историей, дядя Джон! Вещи с историей! Получается все... Все эти смерти и... Да! Хочи за ней, дядя Джон! Это все я! Нет! Я виноват! Это вот тот, кто носил эти... Что это? Что это такое, дядя Джон? Не знаю, Лукас! Это в небе! Совсем близко! Похоже на вертолёт! За нами, что ли? Не знаю, Лукас! Нет! За полицию! За своими, значит, эти уроды вертолёт выслали! За простыми сверстами! Они нас видят вообще! Ты хрен его! Эй! Вот здесь! Сюда! Вы здесь! Вы здесь, слышите? Пожалуйста! Спасите! Спасите! Молодой человек, я ещё раз вам говорю! Дешевле продать не могу! Это вещи с историей! До свидания! Стойте! Куда вы? Эй! Слышь ты! Вещи с историей! Ты чё мне продал, а? Ты мой друг! Вы кто такой? Вы зовите кто-нибудь в полицию! Полицию сюда! Я твой ночной кошмар, дедуля! Если сейчас же не расскажешь, чьи часы ты мне мать твою продал, то я... Помогите! О чём вы? О чём вы говорите, молодой человек? В канун нового года! Я купил у тебя топор, кисточки, нож и часы! Припоминаешь? Нет! Я такого не помню! Если подумать или полю хочешь! Тихо, тихо! Успокойтесь! Успокойтесь! Помню я вас! Помню! Вы с другом были! Вот! Вот! Из-за этих часов, мой друг! Неважно! Давай мать твою! Говори откуда взял часы! Я что не знаю! Всё наизусть-то! Вспоминай, дед! Вспоминай! Или мозги на стене окажутся живы! Успокойтесь! Молодой человек! Я могу посмотреть в журнале! В журнале! На компьютере! Быстро смотри! И без глупостей! Понял? Успокойтесь! Давай чтоб я не нервничал! Один глаз на меня! Один на журнал! Сейчас его состояние тяжёлое, но стабильное! Угрозы жизни нет! Доктор, расскажите, как скоро он очнётся? Этого мы знать не можем! Он в коме! Может завтра, может через неделю, а может и через год! Ну и как через год? А может мы можем? Остаётся только ждать! Ждать! Ждать и надеяться на лучшее! Несколько же нам ждать! Мы сделали всё, что могли! Он не может пролежать жизнь до конца своей жизни! Прошу простить меня! Спасибо вам, доктор! Спасибо! Он не приходит к себе! Он очнётся! Он очнётся! Он очнётся! Он очнётся! Конечно не умрёт! Он обязательно придёт в себя! Через год! Не знаю, Лукас! А ведь доктор сказал! Да я слышала! Доктор сказал, что… Я слышала, что он сказал! Идёмте! Дядю Линчу нужно отдохнуть! В общем, съездил к тебе домой! Проверил! Всё хорошо! Срачельник у тебя там, конечно жесть! Убирать не стал! Сам уберёшь, когда очнёшься! А ещё тачку твою в сервис загнал! Масло там поменяли! Фильтры всякие! Так что теперь летают как надо! Постоянно, кстати, на почту приходят новые письма от зрителей! Новые дела! Всем нужна наша помощь! Так что давай уже! Очнись, наконец! И хватит! Слышишь? Хватит, Линч! Ты же… Ты же… Егор Линч! Ты не можешь уберить так! На больничной койке мы… Мы должны ещё столько всего сделать! Пожалуйста! 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 Линч! Слышишь? Пожалуйста! Чего разнылся-то? Что? Линч! Линч! Ты очнулся? Тихо, приятель! Ты в больнице! Всё кончено! Так всё! Тихо! Не шевнись! Не говори! Не двигайся! Сейчас я… Подожди! Сейчас я врача приведу! Эй! Врача! Быстрее! Сюда! Врача! Быстрее! Сюда! Поверить не могу, что я месяц провалялся здесь. Как по мне, это будто вчера произошло. Да, приятель. Повезло, что те два мужичка оказались врачами скорой. Хоть они и были немного бухи, с делом своим справились. Это точно, Джон. Ты, кстати, хотела рассказать мне про часы и семью? Да нечего особо рассказывать. Я прессанул того детка в магазине и… Оказалось, сестра покойничка принесла те самые часы, что я тебе подарил. А покойничек-то с кукухой поехавший. Зарубил жену, сынишку и сам на шарфике вздёрнулся. А сестра всего барахло в ломбард и вот те на вещи с историей. Походу, когда ты его часы надел, он разозлился, а вместе с ним и все его неупокоенное семейство – жена и малой. Ну ладно он, а жена и малой-то чего? Да хрен его знает. Малой вроде и не сильно там зверствовал по рассказам Лукаса. Он будто просто поиграть хотел. А вот предки его те ещё поехавшие. Да уж история… Да… Слушай, Линч, я извиниться хотел, это ж всё из-за меня по сути… Да успокойся ты, ты ж не знал. Всё нормально, Джон. Да просто столько людей полегло и ты… Да, ты ведь не знал. Повезло, что именно ты купил эти часы, а не кто-то другой. Ага… Только представь, что это купила бы какая-то семья в многоквартирном доме. И не бы все там полегли. Возможно, ты и прав, Линч. Главное, что мы остановили этих… Чёртовых призраков и теперь можем немного передохнуть. А, передохнуть, размечтался. Почта завалена, знаешь сколько там дел? Похоже, поговорка, как встретишь Новый год, так его и проведёшь, это точно про нас. Это… Ладно, когда меня там выписывают? Реабилитацию, как пройдёшь, так сразу. Слушай, а может ты вывезешь меня по-тихому отсюда? А, нифига, Линч, будешь лечиться до последнего. Никаких вывезешь и уйти пораньше. Пока не встанешь, на ноги будешь лечь. Ладно, так скажешь, мамочка. Иди ты, Линч. Линч. Звук. Линч. Линч. Субтитры создавал DimaTorzok